Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Ну, в первую очередь, мне бы хотелось, конечно, задать вам встречный вопрос. Какой обратный связь вы хотите от специалиста, от психолога, от психотерапевта, к кому вы вообще обращаетесь? Потому что во фразе «я совершенно не знаю, что нужно делать, чтобы мужчина захотел обо мне заботиться», есть такое, что я тоже не знаю, что вам делать, чтобы мужчина захотел о вас заботиться. Ну, потому что я не знаю, какой мужчина, я не знаю, какая вы женщина, я не знаю, что вы понимаете под заботой, я не знаю, что мужчина понимает под заботой, я не знаю, может ли он заботиться о вас. Ну, в смысле, есть ли у него ресурсы. Я не знаю, можете ли вы принять от него заботу, мне кажется, что нет, судя по тому, что вы говорите. Вот. Я не знаю, и никто не знает, потому что это ваша жизнь. И мне кажется, что насколько вы склонны брать ответственность за других людей, настолько сейчас вы перекладываете эту ответственность на других людей же. То есть своя собственная ответственность, свои собственные желания у вас идут вместе с чувством стыда, вместе с чувством вины, очевидно, вместе со страхом отказа, с болью отказа, не выраженной болью отказа, вероятно. И, соответственно, это, мягко говоря, блокирует то, что мы называем живым контактом. Ага. И как бы я подошёл к вопросу? Ну, во-первых, если просто взять ваш текст и дать по тексту какую-то обратную связь, то мне о вас, честно говоря, заботиться не хочется тоже. А-а-а, потому что у меня есть такое ощущение, что вы всё знаете сами, вы сами со всем справитесь, ну вот, если я начну что-то вам делать, вот, вы ещё и наругаетесь за то, что я, там, инициативу проявил, скажешь, что вот, сделал не так. И, как вы видите, основной момент здесь в том, что вы отказываетесь принимать реальность другого человека. Ведь, понимаете, забота, это не то, как другой делает для меня то, что я хочу, а это, как другой делает для меня то, что он хочет. И это про то, как я принимаю то, что другой для меня делает по своему желанию, а не по моему. На пальцах это можно объяснить примерно так. Вот любите вы, например, розы и тюльпана, к примеру. Говорите вы человеку, хочу подарок, ну, к примеру, я знаю, что вам сложно просить, ну, тем не менее, хочу подарок. Человек идёт и покупает вам тюльпан, к примеру. Приносят вам тюльпан, а вы обязательно говорите, ну, то есть, ты так, я хотел розу. И это очень банальный пример, это очень утрированный, упрощённый, так сказать, разрез того, о чём я говорил. Но принять заботу и дать возможность человеку заботиться, это значит принять его реальность, принять его выборы, его решения, его ценности, его поступки, его ошибки в том числе. А вы этого всего не готовы принять. Для вас существует только вы и друг, и всё. Другого человека, как равного вам, а принять можно только равного, не существует. Потому что, если другой человек вдруг, как равный вам появится, то вы будете в страхе. Этот человек будет вам угрожать. Угрожать, потому что он может, ну, не знаю, вас подчинить себе. Понимаете, в чём дело? Ну, потому что вы себе не доверяете, вы себя не слышите. Вы потеряли чувствительность свою. У вас её нет. Я имею в виду психологическую чувствительность, не физическую. Вы её потеряли. И отсюда вот всё то, что происходит. И, понимаете, как бы здесь, вот когда вы говорите про просьбу, что у меня вообще сложно с просьбой и т.д. Мне кажется, что целесообразнее, точнее, будет говорить не про просьбу, а про «я хочу», то есть про проживание «я хочу». про выражение этого состояния «я хочу», то есть про выражение этого состояния «я хочу». То есть не просьба, как такова, не просьба, как такова, а именно, именно. А выражение своего «я хочу». А выражение своего «я хочу». Выражение моего «я хочу». Понимаете? И вот когда есть «я хочу» и вы с этим «я хочу» и вы с этим «я хочу»… что-то делаете, ну, я не знаю там, что угодно. Вы делаете с этим «я хочу». Вы делаете с этим «я хочу». Вот так-то. Вот тогда уже можно говорить об определенных изменениях. Понимаете? 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 Вот какая, какая штука. Какая штука? В чем штука? Смотрите. Да. Тоесть. Вы, вы, вы вот немножечко, ну, на мой взгляд, вы немножечко вот не туда, не в том направлении немножко, мне кажется, вы… Ну вот, вы двигаетесь, мне кажется, что вам чуть-чуть на другие вещи надо обратить внимание в плейл, потому что вот эта позиция, которую вы выбрали сейчас, мне кажется, она, эта позиция вас ведет никуда, потому что просьба, просьба, ну, только потому что она должна быть просьба, потому что, ну, просьба сделанная, как вам сказать, просьба сделанная, потому что она должна быть, на мой взгляд, конечно, несколько странной. Вот, и я, ну, молчу о том, что такая просьба является, наверное, верхом естественности, верхом искусственности какой-то, верхом, верхом, верхом шаблонности, наверное. Вот. Мне кажется, вот так. Я понимаю, что тут могут быть разные нюансы, вот. Но мне видится вот такой, ну, мне видится ситуация такой пример. Вот. Это по поводу того, что, по поводу того, что вам тяжело просить. То есть, вам не будет тяжело просить, в принципе, до тех пор, пока вы будете воспринимать просьбу как, условно говоря, что-то отдельное, что-то отдельное от своих жен. Вот. Я бы, я бы так сказал. Вот. Ну, то есть, здесь нужно, на мой взгляд, исследовать именно ваши желания. А дальше уже будет, ну, более-менее, более-менее, очень понятно, куда вам двигаться и так далее. Здесь все, ну, само собой, как бы, будет разрешаться. На мой взгляд, опять же. Вот. Дальше. Так. Считаю, что я достаточно привлекательный, самый глупый, терпеливый, работаю и хочу за собой. Ну, я не очень понял, для чего вы вот это написали. Нет. Вот. Что вы терпеливые, привлекательные, неглупые и так далее. Такое ощущение, что вы пытаетесь себя продать. Вот. Я понимаю, это звучит, скорее всего, скорее всего это звучит для вас неприятно. Вот. Ну, я, как бы, ну, я не хочу вас совместить и не хочу вам совместить. Вот. Просто, ну, на мой взгляд, вы так вот себя подалили, что, ну, просто хотите себя продать. Вот. То есть, вот, ну, ну, как же, ну, будто бы недоумеваете вы. Ну, у меня же, у меня же, у меня же есть, ну, все вообще, у меня же все основания есть для того, чтобы, там, не знаю. Что меня любили, уважали и цинили. Почему же этого не происходит, грубо говоря. Вот. Ну, это, так заработают. Вот именно потому, что вы постоянно держите планку, ну, вы постоянно держите себя в, ну, ну, у себя в голове, то какой вы должны быть, вот. Не какой вы хотите быть, а какой вы должны быть, вот, вы держите в голове у себя, вот, постоянно. Мне кажется, что в этом и заключается одна из основных проблем. Вот. Ну, ваших. Мне так кажется. Потому что за этим, по сути, теряется то, какая вы настоящая. Вот. Ну, за, вот это вот, эээ, за стремлением быть, эээ, какое-то за стремлением, ээ, соответствовать, там, ну, эээ, соответствовать чему-то и так далее. Мне кажется, что эта позиция далеко не лучший вариант для вас, мне кажется, это, там, позиция не то, что, ну, не то, это позиция, которая вам может помочь, как-то, ну, у вас, ну, в жизни, условно говоря. Вот. Эээ, такая вот история, в принципе, такой, эээ, такой момент, мне, мне кажется, имеет смысл вам вылепить. Вот. То есть, эээ, обратите внимание, вот, на эти вещи. Вот. Вам, вам, эээ, скорее всего, эээ, будет это нелегко, нелегко. Вот, потому что, ну, скорее всего, вы не привыкли. Скорее всего, вы не привыкли, эээ, на это обращать, обращать внимание. Скорее всего, вы, эээ, привыкли, ну, к другим, эээ, немножко по вещам. Вот. Ну, 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 как бы, на мой взгляд, это, ну, ну, не важно. Вообще. Вообще не важно. Вот. Эээ, привыкли вы или нет, на мой взгляд. Эээ, на мой взгляд, эээ, самое главное, чтобы вы увидели, что вот вам нужно, ну, вот, ну, двигаться вам нужно именно вот туда, двигаться вам нужно именно вот в ту сторону. в этом направлении. Вот. А не, эээ, тех направлений, в которых вы пытаетесь двигаться сейчас, ну, на данный момент. Как мне, как мне кажется. Вот. Это то, что я могу вам сказать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, с точки зрения тех, ээээ, значит, знаний, с точки зрения тех, той позиции, которую я, ну, которую я, вот, эээ, ну, которая мне близка, скажем так. Вот. Эээ, на этом все все. Эээ, я надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Я надеюсь, что мой ответ ответ даст вам пищу для разумышления. Которое, в свою очередь, послужит фундаментом для становления, эээ, и формирования у вас обратной цели, вот, необходимой, эээ, для начала работы над собой. То есть, вот, для начала работы над собой необходима ваша обратная связь и желание ей поделиться, вы хотели ей поделиться. Вот. Эээ, если вам этого не хочется, если вы к этому как-то придете, вот, вот к тому, чтобы поделиться, вот, то можно сказать, что начало, начало положено. Можно сказать, что начало, действительно, эээ, есть, а дальше уже, в принципе, эээ, дело остаётся за, ну, за малым. То есть, дело остаётся, эээ, ну, не за таким большим количеством, эээ, действий с вашей стороны. Это, конечно, эээ, какие-то действий вам, эээ, все равно нужно будет, эээ, припринять, вот, какое-то количество действий, все равно вам нужно будет припринять, так или иначе. Вот. Ну, это уже, эээ, будет, эээ, легче, то есть, уже, вот, направление какое-то вам будет, эээ, ну, более понятно, что-то. Вот, эээ, эээ, такой ответ, я надеюсь, ээээ, у вас устраивает, ну, надеюсь, вам это будет, эээ, надеюсь, вам это будет полезно, что, надеюсь, вы, вы, ээээ, значит, ну, не останетесь разочарованы. Вот. Всего вам самого доброго, удачи, я надеюсь, что в итоге вы начнёте о себе заботиться по-настоящему.